Друзья, всем привет! Это Multigreen. И сегодня у нас, наверное, будет небольшой лайф-выпуск. Вы давно его просили. Немного новостей по текущим проектам. Это у нас будет проект. Мы называем его Wehrblud. Здесь 40 Ач, 67 Вольт батарея. Расчетно должно хватать километров до 200 пробега. Стоит 3-киловаттный циклон. Это Suron, который я временно купил. Продал свой Giant и временно купил себе Suron, потому что себе собирать просто некогда. Тут у нас, как раз, помните, видео про Виктора, который на фэтбайке катался. Он купил себе Spesh Epic М4 и мы поставили на него 3-киловаттный циклон. А это Миша, кстати. Привет! Миша тут как раз собрал батарею из новых NMC элементов. Фомфактора 32700. Собираем теперь из них. Потому что они форматом более безопасные, чем пакеты. А химия та же самая, ресурс тот же самый, только отдача все то же самое. А это, кстати, Мишин велосипед с мотор-колесом, с продувкой мы тут на него соорудили. В общем, Миша у нас долгое время был убежденным мотор-колесником. Долго спорив, что он порвет всех, как только починит свое мотор-колесо. Да, Миш, сначала сломал обод, потом сжег проводку, перегрел. В общем, мы с Мишей покатались и... Субтитры делал DimaTorzok Че, Миш, не тянет? Ладно, больше по уклонам кататься не будем, а то этот лайтовый совсем, но ты его че-то совсем не берешь. Это легкий. А это как мотоцикл, что-то вытягивает. Че-то Миша очкует. Вот так, ребят, едет мотор-колесо за миддрайвом. 3 киловатта с продувкой. И ты не тянет в горку. И Миша понял, что в горах как бы не вариант, и поэтому свой электровелосипед он будет скоро продавать. А когда накопит на циклон, да, Миш? Да. И хочет на эту раму вкорячить циклон. В общем, ну, а теперь по теме. К нам пришло две посылочки. Они почти одинаковые. Это новые коаксиальные рамы Enduro Frame с коаксиальным двигателем циклон. И сегодня мы хотим снять распаковочку. Еще сами не видели, ни разу не открывали. Посмотрим, что внутри. Комплекты уже заказаны под клиентов. Это будет две сборки под ключ электровелосипеда. Кстати, на свой Сюрон я уже поставил вилку Marzocci. А с него родную вилочку ДНМ снял. Ее как раз заберет клиент на один из этих велосипедов. Вот. Это, к слову, люди спрашивают постоянно, как вам Сюрон по сравнению с электровелосипедами. Ребята, есть плюсы, есть минусы. Я об этом сниму, наверное, отдельное видео, если вы поставите лайки. Вот. Тут у нас в таком виде вот приходит посылочка с рамой. Такие рамы поставляются задним маятником с дропаутами на выбор 135 миллиметров под стандартное велоколесо. Либо 142 под ДХ, либо под фэтбайковские колеса. И они бывают с вело или мотоседлом. В данном случае мы заказали два мотоциклетных седла. И, опять же, у нас бывает поставка комплект с цепной, либо с ременной передачей. И здесь у нас будет как раз один байк с цепной, а другой с ременной передачей. Но я на всякий случай заказал еще вместе с этими посылками себе здесь про запас. И то, и другое. Смотрите, у нас сразу в маятнике стоит коаксиальный мотор. Преимущество такого мотора в том, что не требуется дополнительная цепь. Мотор редукторный, понижающий редуктор 1 к 6 уже установлен прямо внутри этого мотора. То есть у нас получается минус один расходник. При этом редуктор у нас металлический. Прослужит он, естественно, долг. И сразу попутно скажу, что продавая свой электровелосипед Giant, я хотел заменить редукторные шестерни. Они у меня есть про запас. Я разобрал редуктор и в итоге увидел, что люфтов там нет. Поэтому не увидел смысла менять шестерни. Я просто покупателю подарил еще один комплект шестеренок. И получается, что это у нас мои шестерни проходили порядка 7000 километров. И не появилось износа никакого. При том, что вы видели в моих видео, как я катаюсь. Это постоянные горы, это постоянные затяжные подъемы, постоянная жесть. Я даже, честно скажу, какой-то период времени поставил термодатчик и нарочно пытался перегреть мотор, убить магниты. Но это на циклоне сделать очень сложно, если вы правильно подбираете передачи. Скажем так, если задаться целью, то убить можно любую электронику. Но если ездить правильно и понимать, что как работает, то есть у мотора есть обороты КПД. Если держать в этих оборотах, то есть это одно из преимуществ кареточных двигателей, в том, что вы можете подбирать передачами обороты КПД. И на любой выбранной скорости, на которой вам нужно двигаться, вы можете подобрать передачи, чтобы был минимальный расход и максимальная тяга. Соответственно, это обороты КПД двигателя. Вот такой у нас маятник с установленным двигателем. Здесь у нас сразу установлен шкив под ремень с фривилом. Одно из важных преимуществ по сравнению с сюроном, посмотрите, когда мы на сюроне движемся свободно, казалось бы, свободный накат, у нас здесь есть еще промежуточный вал, там еще ременной редуктор. И все это дело у нас, даже при отключенной рекуперации, у нас происходит вращение ротора двигателя. И сюрон, он постоянно тормозит двигателем, то есть свободного наката от него добиться невозможно. Еще одно преимущество циклона в том, что есть полный свободный накат. В общем, у нас села камера, мы снимали все одним длинным шотом, поэтому я сейчас не знаю, что у нас осталось из видео, что нет. Давайте по распаковке покажем вам состав комплекта. То есть идет рама с пластиковыми боковыми крышками. Кажется, что они поцарапаны, на самом деле здесь транспортировочная пленка нацеплена. Потом идет основание для мотоседла, мотоседло. Но мотоседло заказывается дополнительно, а в комплекте идет под сидел вот такое под обычное велоседло. То есть вы можете на выбор поставить либо мото, либо велоседло. Это контроллер у нас на 4,8 кВт. То есть поставляется двигатель идет от 2,4 до 4,8 кВт. Отличие только в поставке, в поставляемом контроллере. Либо он будет на 40 А, либо он будет на 60 А. Соответственно, диапазон рабочих напряжений от 36 до 84 номинальных вольт. В данном случае у нас в комплекте поставки 60 А, Bluetooth программируемый контроллер. Если мы будем использовать батарею номинальным напряжением 72 В, полное напряжение 84 В, то 84 В, помноженные на 60 А, дают нам как раз мощность примерно 4,8 кВт. Это пиковое значение мощности. Как видите, на маятнике у нас уже установлен шкив. Но я заказал сразу, как вариант для клиента, для цепной передачи. То есть у нас будет либо ременная, либо цепная передача. Что касается надежности, то здесь все очень спорно. Если вам предстоит ездить по городу в основном, где нет абразива, нет пыли, нет грязи, то, естественно, комплект ремня будет намного интереснее. Он, в принципе, более долговечный, более прочный, чем цепь. Он не растягивается таким образом. Если не попадает никакой абразив, то, соответственно, ремень проживет действительно дольше. И, естественно, его главное преимущество – это бесшумность. Я заказал еще дополнительно запасной комплект ремня на всякий случай. Опять же, идет в комплекте шкив ременной на заднее колесо, если мы берем комплект с ременным шкивом. Если с цепным, то в комплекте идет только шкив на саму систему. В комплекте также ручка газа, питающий кабель. Набор крепежей, шатуны, болтики, втулки, ось маятника. Самый главный недостаток Сюрона – это его батарея. То есть сюда больше сложно впихнуть. Мы, кстати, планируем наладить выпуск батарей увеличенной емкости для Сюрона. Ребята, вот мне сделали такой бокс. Но с этим боксом не получится закрывать крышку. Для того, чтобы сделать хотя бы 40 Ач, нужно поднимать крышку, ставить сверху. Ну и увеличит по факту у нас дальность пробега на 20-30%. Но мы будем еще экспериментировать, искать другие варианты для Сюрона. Потому что велосипед, точнее байк, все-таки очень интересный, тяговитый. И раньше был их противником. Но сейчас могу сказать после испытания, что байк интересный. И у нас от одного из дилеров будет очень интересное спецпредложение. С отличными ценами по промокоду MULTIGREEN. Я оставлю ссылочку в описании. Но советую вам дождаться, наверное, все-таки сравнительного видеотеста и обзора, моего обзора Сюрона. И сравнения его с Циклоном. Потому что сейчас я еще не определился, буду я собирать себе коаксиальный или оставлю себе Сюрона. Вот, смотрите, какая интересная штука получается. Какого главного недостатка Сюрона лишена рама эндуро? Я засунул вместе с корпусом батарею от Сюрона. И получается, что здесь у нас пространство позволяет на самом деле собрать, наверное, почти в два раза больше емкости батарею. На элементах 32700NM-C. И мы, кстати, уже для двух Сюронов собрали батареи на 80 вольт, на 84 вольта 20С, 30 ампер часов. И собрали из этих элементов в штатный размер, в штатное место на 37,5 ампер часов. Сейчас эти батареи проходят тестирование у Севы и Гены. С ними мы тоже покатаемся. Вместе будет много интересных видео. В общем, вот вам вердикт про размер батарейного отсека по сравнению с Сюроном. Ребята, в общем, самое забавное, если в один ряд у нас помещается 68 элементов, а если взять в такие холдеры и укладывать как раз в 4 ряда, у нас крышка отлично закрывается без проблем. И получается, что здесь просто сумасшедшие 124 элемента помещаются по 7,5 ампер часов каждый. То есть 120 элементов, это будет сборка 20С6П. Соответственно, это 45 ампер часов, 72 номинальных вольта, 84 вольта, полный заряд. В общем, Сюрон у нас пока нервно курит в сторонке, в углу гаража. Видимо, он пойдет на продажу. Ха-ха! Злорадный смех Миши. Нет, Миша, я же купил Сюрон не для этого, блин. Я хочу, чтобы он мне понравился. И еще подумали про такую тему, что все любят цепную передачу, но ведь у Сюрона стоит ременной редуктор, и в принципе он открыт, и просто под кожухом, и пылеабразив, то есть вот он ремень открыт, пылеабразив в любом случае в него попадают, и ремень же живет долго, поэтому у Сюрона еще один недостаток. Смотрите, получается здесь и ремень, и цепь, то есть есть дополнительный расходник и дополнительный фактор риска в виде ремня. А в коаксиальном двигателе у нас планетарный редуктор здесь спрятан с металлическими шестернями внутри. И, соответственно, снаружи у нас единственный расходник – это ремень. Ну, или либо цепь, на ваш выбор. Кстати, обратите внимание, здесь в рулевой уже установлены нормальные промподшипники. Недавно я менял вилку на Сюроне, стоковую поменял на Морзочи Бомбер, и в стоке у Сюрона идут такие очень хлипкие такие велоподшипнички открытого типа, которые тоже нужно будет поменять обязательно. Ну и моя стоковая вилка ДНМ Сюрона пойдет на данный байк. На один из данных байков, потому что один байк мы будем собирать более бюджетный. У нас клиент заказывает все детали – обода, колеса, тормоза и прочее самостоятельно. А другой клиент, кстати, тоже блогер. Может даже размещу ссылочку на его канал, если вам разрешит. Он занимается деревянными домами в Москве. Он хочет, чтобы мы сделали максимально рациональную сборку байка из недешевых комплектующих. Соответственно, будем стараться. И я думаю, что если вам интересно, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы обязательно тогда снимем про данную сборку и про тесты данных байков отдельные видеоролики. А пока у нас вот такой вот лайв. Всем спасибо.